что снимаешь что ли реально короче я хочу рассказать все экватор мы миновали то есть сегодня у нас четвертый день до осталось 3 ночи мы всего на 7 дней тут вот и я хочу сказать что мы второй день одни никто на этой прекрасной монолитии не живет кроме нас вот наша мельница и мы вот здесь одни туда-сюда как хотим отдыхаем прекрасно вот сейчас я тут бассейн сказать бассейн только для нас да как там же китру каптален да как написано в дорогущих отелях которые тут рядом кругом пятизвездочные личный бассейн он у нас личный бассейн именно личный и и личные лежаки уже вторые сутки мы тут абсолютно одни вот да я боюсь еще сейчас у этого улетит от ветра я хочу это залезть в воду что он чего ну ты же его замочит а точно ладно тогда я вот так вот все я никуда дальше не полезу вот так ты можешь мне отдать мнение нормально все я вот стою на этом на месте уже я стою на месте я хочу сказать что ветер как поменялся до прошлой ночью не этой ночью а прошлой он же оттуда всегда был поменялся на теперь вот отсюда и мы ожидали что будет дождь вчера так такие уже молнии вдалеке были но грозы не было слышно значит затопило в греции в греции затопило да но у нас мы в море да но у нас ничего не затопило слава богу и вообще нет дождя то есть солнце такие же вот все вот мужика вчера под паром кинули а это совсем другая история короче тут и греция она конечно это веселая страна сейчас подожди хочу чуть окунуться вот она веселая страна в том смысле что в ней тоже все весело как у нас в россии мужик пытался залезть на паром который курсирует между двумя островами греческими он опаздывал значит первый раз он попытался туда залезть его толкнули эти ну службы охраны это те кто работают на этом пароме и он короче не попал он второй раз попытался они вот так толкнули он погиб и воду и его винтами порубила фарш фарш понятно но это ты любишь вот такие вот подробности пикантные немецкие натуралистические это все это по как сглажена ну так вот и в общем весь экипаж на берег списали они сейчас будут это под судом паром никуда не поехал да люди соответственно не попали но я думаю как глупо человек погиб и и обидно душу моря а его не было слышно да вот это интересно лена борцова да спрашивает а где-то море я говорю море близко но его шум первые два дня не было слышно когда ветер оттуда был то есть всегда этот было такое чувство что у нас рядом море нету кроме шума листьев вот этого инжира который у нас возле дома и самолетов и самолетов да мы ничего не слышали и вот как поменялся ветер прошлой ночью все мы теперь живем на море постоянно вот этот шум моря кайфовый вчера сидим вот так ночью никого нет уже было 11 море шумит я говорю мужу слушай а было ли место такое вот такое классное как это настолько же ты хочешь сесть да вот просто сзади есть куда сесть садись и сиди спокойно а то я сижу а он стоит бедняга так вот я говорю если и тем рака было ли место такое которое бы вот ну напоминала что-то вот это по кайфу да насколько кайфова нам тут вспоминали вспоминали я говорю вот на маврикии было хорошо но там вот как раз пандемия началась и нам было опасно магазины выходить там нас ловили нет значит не так хорошо муж припомнил все-таки этот мальдивы говорит ну на мальдивах также классно было но нет там остров был маленький настолько маленький что мы должны были либо есть за 25 евро вот такую маленькую пиццу либо жрать бич пакеты и мы соответственно выбрали второе девочка нажми вот на кнопку сзади тебя это это же не джакузи ты думаешь это джакузи я нажала кнопка отжалась ничего нету вот и там выключено это джакузи с этой стороны а ну вот это надо еще включать видно вот и я хочу сказать что там на мальдивах конечно вот это море все шикарно да но там на счет жрачки было тяжело мы там вот эти вот двое суток там же остров невезение да мы там вот позавтракаем до утром хорошо а потом весь день вот так на подножном корме и там как никакого корма нет здесь то вон мы шапунцу и ест ходит инжир срывает тут даже если ты ничего не купишь голодным не останешься остров большой гранаты тут гранат кругом кругом брошенный они прям так и лопаются падают вот тут вообще супер поэтому надо перейти на на подножный корм я говорю поэтому вот пока сейчас самолет будет взлетать до услышим на на звук пока не слышно вот не слышно значит ветер ветер туда уносит понял разница почему мы слышали самолеты а теперь не слышим потому что ветер сюда относил звук самолетов а теперь нам только звук этих море слышится сама догадалась сама 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 догадалась вот я хочу сказать что получается что санторини вот так если сравнивать да с другими местами где мы уже отдыхали ну прям как чуть ли не на первом месте да вот как бы так ну скажи на первом нет еще что-то лучше было не знаю ну ну вот по совоку мне здесь например не нравится что здесь вдоль пляжа нельзя ходить ага там были пляжи вот где мы отдыхали где бирма например да я согласна я согласна в бирме был остров на котором можно было прекрасно тоже есть дешево жить а чё в бирме это не остров был гапали вот это а это просто мы прилетели на самолете поэтому было ощущение как будто мы с этого с континента на остров при прилетели вот и мы там ходили ходили да на мальдивах тоже классно там гулять можно было вдоль лета вот ну мне нравится гулять знаешь когда песчаный пляж такой бесконечный ты идешь идешь да а здесь вот на модели мы когда прилетали на остров на и дверь не приезжали на остров на этот помнишь санта там санта-крус ключи до санта-крус по нему тоже можно было ходить гулять это классно вот тут единственный этот минут вот этот единственный минус вот этот черный песок по которому песок каменюки разбросаны многочисленные камни и погулять вот так босиком вдоль пляжа невозможно получается либо надо в кроссовках на гуаме там тоже классно было там большой пляж да 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 на гуаме классно было в этом но там такая парилка была там аж голова кружилась от парилки а тут же ты 27 градусов ветерок тут тут шикарно ну вот так вот вот такие впечатления короче я думаю что тот кто приедет вот в это место отдыхать я думаю не разочаруется сколько тебе заплатили не я хочу сказать это интересно тут соседние отели в которых сутки тысячи евро а мы живем неделю да мы живем неделю за 9 и 7 63 то есть за 630 евро неделю в таком месте собственным бассейном собственными лежаками никого нет вот так всем привет санта-рине